Пожалуй, в этом образовательном учреждении каждый ученик знает биографию и боевой путь Дмитрия Леонтьевича. На стеклянных витражах можно увидеть фотографии, документы, воспоминания о прославленном летчике-истребителе. Часть экспозиции посвящена истории гимназии и ее первому директору. Здесь же имеется информация об истории Люберецкого края, о Великой Отечественной войне. Создание нашего музея – это историческая память. Наша задача – фактически восстановить все, что было, передать это нашим детям, а задача уже наших детей – передать это своим детям. Только так мы можем воспитать патриотизм, любовь, верность и преданность своей родине и своему народу. В эти дни в гимназии проходит патриотическая акция. На информационных листах гимназисты рассказывают о своих дедах и прадедах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. В ход идут старые газетные вырезки, фотографии, письма с фронта, ксерокопии наградных книжек. В создании вот этих работ участвуют родители, дети, учителя. Все, кто как-то причастен к нашей истории, они обязательно примут участие в создании новых каких-то экспонатов. Акция «Внуки и правнуки о дедах-победителях» только началась. На витражах пока несколько новых экспонатов, посвященных героическому прошлому защитников нашей страны. Вместе с тем, педагоги 44-х гимназии уверены, что к 9 мая музей будет переполнен школьными работами. Алексей Адамов, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Продолжение следует...